Точно уже известно, что на Всемирном доводском форуме будут встречаться советники президентов и руководителей государств, те, кто были вовлечены в переговоры в Копенгагене, в Джиде, в Саудовской Аравии, и будут обсуждаться на официальном языке украинская формула мира и вообще будут обсуждаться подходы к мирному процессу. Я бы не сказал весь сам мирный процесс, но подходы к мирному процессу. Ну понятно, никто сегодня не скажет, что речь идет о компромиссе. По крайней мере в Украине власть, если решится на такое заявление, то не всегда найдет понимание у оппонентов, у оппозиции, да и у части общества. Но если тоже говорить об украинских условиях или условиях украинской формулы мира, или украинской формулы мира, ну это тоже нереалистично. Об украинской формуле мира в том варианте, в котором она была сконструирована или, скажем, создана, придумана и тому подобное и так далее. Можно было говорить в 1922 году и до контрнаступления. То есть по результатам успешной, в общем-то, военной кампании в целом для Украины в 1922 году, но не в конце 1923 года. Хотя бы потому, что Россия не пойдет. На какие условия? Она сегодня владеет инициативой на линии фронта, она контролирует на многих участках поле боя. Они находятся сегодня на подъеме и военно-промышленный комплекс, и, скажем так, настроения военные, военные настроения, атакующие такие настроения. В то время, как Запад пребывает сегодня в определенной растерянности, не буду повторяться, что там связано с Америкой, с Ближним Востоком. Теперь Тайвань намечается блокадой морских коммуникаций или попытки морских коммуникаций со стороны хуситов. Ну и напряженность на Ближнем Востоке уже связана не только по линии Израиль-Хамас, но и по линии Иран-Хезбалла-Израиль. Поэтому сейчас, понятно, многие страны, глобального юга прежде всего, Китай, например, тот же, Индия, южноамериканские государства ключевые, прежде всего Бразилия и Южная Африка, они заинтересованы всегда были в мире, им невыгодна война. Она бьет по экономике, по экономическому росту, который сейчас, ну скажем, присутствует в этих странах и которые эти страны, экономический рост, не военные усилия, а именно экономический рост, выводят их на одни из ведущих позиций не только в мировой экономике, но в мировой геополитике. Это первое. Во-вторых, если сейчас не начинать поиск развязок на многих конфликтных, скажем так, или военно-конфликтных направлениях, то это может только создать новые точки напряжения, это может создать дополнительные, а может быть уже и ключевые очаги военно-политических и военно-стратегических возгораний. Например, Тайвань, опять-таки Ближний Восток, если Иран вовлечется вот в эту региональную, в эти региональные конфликты и войны, пока он этого избегает делать, делая ставка на разного рода прокси-силы, там Хезбалла, те же Хуситы, Йеменские, но втягиваться самостоятельно не хотят, напрямую. И сегодня же прозвучала информация от Бломберг, по-моему, что если начнется конфликт вокруг Тайваня, то это будет означать минус 10% мирового ВВП. Мировая экономика сразу пойдет на 10%. Если даже только блокада будет Тайваня, тем не менее все равно, учитывая, какое место занимает Тайвань в производстве полупроводников, чипов и так далее, что важно очень для современной экономики, технологий современной, то только даже блокада 5%. Не случайно сейчас Блинкин, Энтони Блинкин, глава Госдепа, он не в Киев мчится, он едет сначала на мексиканскую границу, там своя внутренняя, внутренняя, внешняя проблема, республиканцы-демократы, миграция и так далее, но Ближний Восток и сейчас на Ближний Восток едет. Ну и понятно, все с, скажем так, с тревогой и в ожидании ждут, чем закончатся выборы на Тайване, точнее не сами выборы, результаты выборов, а их последствия, политические, геополитические последствия. Бывор, для того, чтобы, во-первых, все-таки конфликтные вот эти все полосы или очаги не разгорались, нужно какие-то конфликты закрывать, запаковывать, замораживать, потому что другие распаковываются. Ну, я не буду там про Венесуэлу еще там напоминать, еще ряд потенциальных горячих точек и начинать дальше двигаться по пути, скажем, деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке, разные варианты там, идут переговоры по разным вариантам, предложения, куда переселять палестинцев в секторах газа, на каких условиях, с какой финансовой помощью и тому подобное. Так, не будем подробностей говорить, я думаю, ваша аудитория это прекрасно знает, поскольку вы там, говорится, на месте. Ну и, конечно же, вот ситуация на Тайване и, посмотрите, Северная Корея, Южная Корея, там тоже неспокойно на Корейском полуострове. Поэтому все-таки, чтобы не вводить дело до большой мировой войны или до серии мировых, хотя и региональных, но мировых, с мировым значением, с последствиями для мира региональных конфликтов, я думаю, что многие сегодня вот смотрят на Украину, где предпосылки, определенные предпосылки для начала мирных переговоров есть. Вопрос только в другом, чтобы тут ни одна из сторон не навязывала эти переговоры и результаты этих переговоров только на своих условиях. Сейчас пока идет такая ситуация, Украина на своих условиях и Россия на своих условиях. Но первое, надо все-таки сходить из ситуации на поле боя, это раз, так, ну то, что называется из военной реальности, новой военной реальности. Нравится она кому-то или не нравится? И второе, а нужно все-таки настроиться на поиск компромиссов. Какая стратегия Америки по отношению к Украине? В чем ее стратегия состоит? Если говорить об этой стратегии, ну она пока не выражена в явном, эксплицитном виде, но она разбросана в разного рода заявлениях. Чиновников Белого дома, экспертов по национальной безопасности, военных экспертов, в ключевых американских медиа, которые, в общем-то, поддерживают скорее демократическую партию, чем республиканцев. Ну, например, там New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, так, британская пресса. То это стратегия на заморозку конфликта в Украине. У них такая ситуация, так? Они считают, и может быть не безосновательно, что сейчас лучшее время для переговоров Путин не победил, Украина не проиграла, хотя мы не выиграли контрнаступление и не деоккупировали территории. Но это уже, скажем так, более перспективная задача на среднесрочную перспективу, так, вся деоккупация всех территорий. Но то, что Украина сохранилась, она есть, она принимает решения, функционируют политические и экономические институты, хотя в усеченном, конечно, и ослабленном виде. То, что Украина воюет, так, продолжает воевать, сдерживать. И сколько уже говорили там раньше, фронт вот рухнет, не рухнул фронт. Значит, это уже, скажем так, есть победа Украины. Сейчас, если дальше продолжать для этого войну, так, и рассчитывать вот в ближайшее время на новое наступление, для этого нет ресурса мобилизационного. Мы видим, что как бы сложности с мобилизацией в Украине. Оружейного ресурса, вооружений не хватает. И сейчас Запад, и весь Запад, и Соединенные Штаты Америки как раз не нацелены на то, чтобы с помощью военно-промышленного комплекса, с помощью нового финансирования, а если даже откроется финансирование на производство военной продукции, новой военной продукции, это длительный процесс, это сложная окупаемость, это для этого надо годы, контракты, законтрактованность и так далее, и так далее, на годы вперед. То сейчас вот эти факторы не работают, лучше сейчас ситуацию, скажем так, заморозить, и тогда уже решать вопрос по безопасности Украины. В конечном счете, что Украине важнее сейчас, на данном этапе? Устойчивость государственной системы, безопасность, стабильность, функционирование экономических и политических институтов, либо сейчас непосредственно приступать к деоккупации Крыма или тех территорий, которые аннексированы и оккупированы, и более того, и Ричард Кемп, полковник в отставке, известный британский эксперт в газете The Telegraph, и вот большой, по-моему, Мэтью Оуэн, так, по-моему, в Spectator, в журнале, что пишут? Что даже если вы сейчас, Украина, вот смогла бы освободить территории ДНР, ЛНР и Крым, то все равно, что дальше делать с этими территориями, учитывая там, что там 130 тысяч или по 200 тысяч воюют против Украины уже 10 лет, между прочим. Кстати говоря, президент тоже об этом говорил, когда выступал в Николаеве перед студентами одного из вузов. Сказал, что это будет тяжело вернуть их обратно, потому что они уже воюют, причем очень мотивированно воюют против Украины в течение 10 лет. Даже лучше мотивированно воюют, чем регулярные войска российской армии. Знаете в чем? Поэтому Кэмп и Spectator, автор пишет, а даже если вот возвратить, как потом интегрировать эти территории с учетом того, что они уже 10 лет воюют против Украины? Получит ли Украина искомую стабильность или нет в этой ситуации? Что в конечном счете важнее сохранить Украину, украинцам стабильность, перспективы Украины и начинать экономическое восстановление, чем, скажем так, продолжать при отсутствии, еще раз подчеркиваю, отсутствии достаточных финансовых, оружейных и человеческих ресурсов, какое-то готовить наступление большое. Поэтому Запад со своей стратегией примерно определился. Замораживание. Но перспективы есть. В том числе, что если нечем будет воевать, так? Если основной фокус внимания с Нионных Штатов Америки уйдет или во внутреннюю повестку, или на мексиканскую границу в ходе предвыборной кампании, или на Ближний Восток, или на Тайвань, то понятно, Америка не может разорваться, несмотря на всю свою мощь экономическую, финансовую, военно-дипломатическую и военно-техническую. Не может разорваться на все конфликты, которые сегодня распакованы фактически так и преобразованы или трансформированы в тот или иной вид горячей войны. Понятно, что если внимание все на Ближний Восток, то, понятно, меньше будет помощи Украине со стороны США. Уже это есть. Уже результат этого есть. Дальше. Если республиканцы, с точки зрения своей предвыборной стратегии, будут уделять внимание миграционной политике, провальной, как они считают, Байдена, и проблемам на мексиканско-американской границе, где в сосредоточении уже, скажем так, группы беженцев, многотысячные группы беженцев штурмуют вот эту стену, которую начал строить Трамп, то понятно, что тоже меньше будет внимания уделяться в ходе предвыборной кампании. Более того, вот вчера, выступая перед своими избирателями, один из лидеров республиканской гонки президентской, со стороны республиканской, губернатор Флориды Рон Дюсанкис заявил о том, что мы не знаем, какая цель у Байдена по Украине. Более того, он сказал, что администрация Байдена завела США в такую ловушку, в которую США не попадали, в Украину, в которую не попадали последние 25 лет. Так и сказано, ловушка. Значит, понятно, что тогда станет вопрос, как воевать, чем воевать и кем воевать. Мобилизация идет, мы видим, несмотря на репрессивные, скажем так, иногда достаточно жесткие принудительные методы, идет. Вот, очень туго, планы не выполняются. Выполняется всего там, ну, примерно, ну, максимум до 20% от планированного набора. Мы это видим, как в Одессе, вот ролики, знаешь, как в Одессе там. До слова, Вадимирич, коль вы згадали мобилизацию, скажите, пожалуйста, как вы ставитесь до пропозиции, який зараз обговорюется как раз останній тиждень, законопроект, який, ну, наприклад, пропонует жеребкувание сделать для мобилизованных. Это что такое? Голодные игры? Ну, это глупость, как минимум, так, а во-вторых, это, если по сути, то это дискредитация вообще-то, мобилизация. Что это за жеребий? Мы что, будем какие-то киношные реальности использовать или идти в времена Древней Греции, где жеребьевка часто использовали для вынесения тех или иных судебных решений? Что такое жеребьевка? Это слепой случай. А как мы хотим мобилизации? Мобилизация должна быть мотивацией, прежде всего, а не слепой жеребий, слепой случай, которых одних забирают на фронт, а других оставляют на фронте. Все равны перед законом. Более того, появляются вот тоже такие новеллы или пока инновации такие законодательные, что от мобилизации могут быть освобождены те, у кого высокий доход, высокие зарплаты, поскольку они налогоплательщики, понятно, от высоких доходов и зарплат, ну и так далее. А как это? Ну подождите, мобилизация это, если нам говорят, что мобилизация это обязанность гражданина защитить свою родину, так почему одни должны защищать, одни граждане должны защищать, а другие граждане от этого могут быть в законном порядке или полузаконном порядке быть освобождены. В силу денежного фактора. Так это боремся с коррупцией среди военкоматов, военкомов и так далее. Тут легальная такая полукоррупционная форма. Доворит о том, что кризис, тупик мобилизации, не знают, как ее провести. Для этого нужна либо новая высокая цель, высокий смысл войны, ради чего люди идут на фронт, рискуют жизнью, почему они должны бросать свои семьи, оставлять свои семьи, идти в окоп, мерзнуть в окопе и рисковать своей жизнью. Ради чего? Надо сказать, ради чего? Внятно, с чувством, толком расстановка. Это задача власти. Значит, надо заново или переизобрести цели войны, смысл войны, идеологию войны. Если нету такой идейной сегодня мотивации или она не является решением для мобилизации, либо надо усилить коммерческую контрактную составляющую, платить деньги. И хорошие деньги для тех, кто добровольно согласится или будет мобилизован, тоже нужны деньги. Я не говорю там о разных льготах. Вот так вот. Иначе это не получится. Вот это, кстати, в этом и проблема. Мобилизации. Поэтому есть с чем воевать, как сказал залужный вчера на слушаниях в комитете по закону мобилизации. У меня нет кем воевать. А кем воевать? Так вот, или мобилизация, или тогда надо думать о мире, либо новое перевооружение, ВПК, западная помощь в достаточных количествах. И тогда, и тогда, я завершу, и тогда новый этап войны с перспективой, с хорошими военными перспективами, ставка на военный успех, а не просто словами перемога, перемога, перемога. А что, надо, чтобы она была, и чтобы меньше было минимум жертв, больше военных успехов. Вот же в чем суть войны. Суть войны заключается в том, чтобы не погибать, а побеждать. Знаете, а у нас так уже суть войны, чтобы погибали. А победы нет. Нет, наоборот, надо. Суть войны не погибать, а побеждать. Если нет уверенности в такой формуле войны, что ее можно применить в Украине, значит, тогда надо подумать, как финализировать войну с минимальными потерями, как ее остановить, какой режим прекращения огня, что дальше делать. В этом смысле, в этом смысле. 24-й год может быть годом мира и конца войны. С моей точки зрения, считаю, что 24-й год – это год конца войны. Продолжение следует... Продолжение следует...